Привет, друзья! Ну вот я хожу по этому Карисбрук местности так называемой Карисбрук от имени старинного-старинного замка Вот я думала, что я уже практически его нашла Оказывается, нет Оказывается, это еще один какой-то старинный дом Это не замок, а хаус который был основан в 862 году какой-то знатной семьей Смотрится он, видите, вот очень даже как-то опять симпатично по-старинному И вот эта вот входная такая арка огромная с гербом наверху И вот дальше там вот этот вот старинный дом Так что вот, может быть, даже я вам по пути помимо этого старинного Карисбрук Кастел Замка Вот покажу еще тоже вот такой старинный дом Вот он был, фаундейшн был построен в 862-м В 865-м был заселен какой-то старинной фэмили Семьей лордов И вот 100 лет здесь жила семья Вот это одна Фамилию, к сожалению, я не помню Да и вас грузить не буду И вот только в 965-м году В наше время уже Он был переоборудован под музей Потому что содержать этот огромный дом Похожий на крепость Люди не в состоянии сейчас при нынешних временах И в основном просто отказываются от такой недвижимости И она переделывается в отель Или в какой-нибудь музей Как вот этот вот дом Для посетителей просто-напросто Вот это вот правое крыло этого дома Малюсенькая чапл Называемая так Чапл это маленькая семейная церковь Вот она соединяется с домом, видите И вот старинные Старинные большие дома Вот такие они всегда имели чапл И там семьи ходили молиться Вот видите Здесь свободного входа нет К сожалению, для посещения Здесь вот вход Надо заплатить 20 фунтов Чтобы войти туда внутрь и посмотреть Но вы знаете, сказать по правде Можно вот найти такие дома Которые Вход свободный И я думаю, что мы еще с вами в будущем их найдем Посмотрим Поэтому 20 фунтов платить Там смотреть в общем-то особо нечего, друзья Там просто рассказывается, как жила Сто лет эта семья Фотографии их семейные Какой-то оставшийся интерьер Все, знаете, как-то так для меня Например, вот если Бывали вы когда-нибудь у нас Вот в Петродворце Или в Екатериненском дворце Где-нибудь под Ленинградом То там, конечно, красота неописуемая А здесь все убого, друзья Поэтому даже я внутрь вас и не поведу Я выхожу Покидаю этот Старинный дом И иду искать все-таки Замок Карлсбрук Замок, который вам обещала А вот если вам видно Наверху птичка Это малиновка Их здесь очень много Вот такая симпатичная пичога Сейчас попробую поближе подойти Она вроде не боится Бесподобная Она, видите, какая А вот еще, друзья Это Овечки Английские С маленькими уже С маленькими, как они называются Козлятками Или как они называются Ягнятками, ягнятками И вот такой опять вид Это вид Вот именно Английский А скорее даже Вот вы знаете Шотландский ландшафт Вот такой вот Вот если в Шотландию едешь Вот там в основном Все вот так вот Поля, 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 поля Вот такие вот пасутся Овечки кругом Ну вот, друзья Вы не поверите Я нашла вам этот вход В этот Старинный Замок 300 лет Которому Вот И Вот так издалека Он смотрится Это замок В котором держали Чарльза Первого Как я вам рассказывала Когда у нас Он прятался на Эллу Уайт И когда его поймали Вот он Это было в 1600 По-моему В 46 Что ли Году У меня с датами Проблемы Я не помню Ну вот Его сопроводили В этот вот Карлсбрук Замок И он тут Наверное Месяц находился Пока его уже не Отвезли в Шотландию И там судили Ну вот Вы знаете Обойти вокруг Если Показать В основном Вот такая стена И вот такой вот он Я что-то думала Что я смогу войти И вам его показать Поближе Но вот Сегодня Закрыто все опять Может быть В выходные Я смогу приехать Что-то я его Так долго искала И когда нашла Оказалось В общем Войти я туда не могу Вот Наверное Готовятся Готовятся К новому Сезону Каникул И все Подготавливают Все ремонтируют Сейчас К сожалению Закрывается Вот это Вот я вам показываю Опять с горушки С высоты Это вид на Ньюпорт наш Вот так Все зелено У нас друзья Все красиво Но Потому что Довольно Ветрено Сегодня А Карлсбург Кастл Которому Похоже Сегодня Нам не удастся Попасть Поэтому Друзья До следующего Раза Пока-пока Продолжение следует...